Раз мы говорим о государствах, отмеченных на картах, Я, насколько я знаю, зачастую эти государства также отмечались своими государственными гербами и флагами. Геральдикой. Геральдикой, да. И виксилологией. И виксилологией. Есть ли такие элементы на картах, связанные с казахской ханством, казахской ордой? Вы, кстати, задали очень хороший вопрос, который мне не задавали предшествующие интервьюеры. Так, одним из направлений, которым я занимаюсь, помимо своих сугубо политических исследований, внутренней и внешней политики, является геральдикой виксилологией, а также мотологией. Виксилология – это наука о флагах. Мотология – это наука о национальных девизах. Вы знаете, что у многих государств, в особенности крупнейших держав, имеются свои национальные девизы. К примеру, Британия – от моря до моря. И так далее. Американцев не готов часто. И девизы были у каждого дворянского семейства прописаны на их гербах. Совершенно верно. Соответственно, геральдика в виксилологии, конечно, нашла свое богатое отражение, в том числе и на картах, в том числе и на средневековую. Почему? Потому что вы знаете, что, например, на европейских картах, там, где отмечались княжества, те или иные государственные образования, королевства, они сопровождались, как правило, либо в правом нижнем углу, либо в правом верхнем углу. Ну, в зависимости от вкусов картографов, либо граверов, которые реализовали, иногда в нижнем углу. Геральдические знаки, то есть гербы, символы той или иной правящей династии, либо той или иной правящего царствующего дома. Соответственно, на более ранних картах, к примеру, 15 веков и ранних картах первой половины 16 века, там есть, к примеру, обозначения геральдики, в том числе и тюркоязычных государств. Конечно, они есть. Поэтому я хочу сказать, что вот я поэтому говорил, что эти карты, это не только про географию, не только про историю, не только про политические исследования. Эти карты, в том числе, это про геральдику вексологию. Эти карты, в том числе, дают ценные массив сведений для миграциологии, демографии, этнологии, урбанистики, вплоть до таких направлений, к примеру, как топонимия и аномастика, это уже, как говорится, на поверхности. Это и так понятно. Кстати, по топонимии и аномастике. В результате вот этих исследований мною вводится в научный аппарат около свыше 40 политонимов, кротонимов казахского государства. Отлично, я вот об этом как раз и хотел спросить, ведь карта картой, но она же как книга, которую надо читать, надо смотреть, читать много строк. И вот что вот интересного вы в ней нашли? Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, знаете, мы очень счастливый народ с точки зрения того этнонима, политонима, который мы имеем. Косак. Вы знаете, что он с каждой стороны читается одинаково. Есть специальный термин в филологии, который именно отображает такие слова, которые читаются, что сначала, что с конца одинаково. Поэтому он легко идентифицируем. Но, помимо, вот я вам сейчас перечислю, да, казаки, касаки, касаки, касаки-тартари, казагите, кальцак, шазальжит, руаэм де казагите, руаэм де кальцак, руаэм де шазальжит, то есть королевство казахов, да. Или на итальянском примеру, кальцак стати дель тартара, тюркское государство казахов или государство казахских тюрков. Индепендент касакс, то есть независимые, гиркан казак тюрклеры, да, мемликеты, то есть независимые казахи, государство независимых казахов или вольных казахов. Как много названий. Да, или, к примеру, касаке, косачи, косачи-тартари, допустим, так, или, допустим, каски-тартари, или достаточно такие, которые вообще не связаны с нашим корневым этнонимом, то есть казах. Например, я вам скажу, что мы выдвинули вот в этой работе, в этом атласе, на основе изучения множества-множества карт, о том, что одним из экзополитонимов, экзокротонимов казахского государства, я, как я уже говорил, этнонимы, политонимы, кротонимы делятся на те, которые вы сами себя называете, и те, которые, как вас называют извне. Например, это эндоэтнонимы, как вы сами себя называете, и эндополитонимы, и есть те, которые экзо, как вас называют чужие. Например, в немецком языке немец скажет их бендович, я немец, а со стороны их называют джомен, германия, немцы, или в турецком и тюркском языках алмания, алмандар. То же самое и с казахами. Так вот, на европейских картах казахское государство, вообще эта традиция европейских картографов показывает то или иное государство несколько раз. Почему? Потому что на многих языках, потому что эти карты предназначались для всего европейского рынка. К примеру, Каспийское море обозначалось так, Мара де Каспием, Олием де Баку, Мара де Герканум, Хуалэнского моря, Мара де Гульсум, Мара де Хазар и так далее. То есть, Мара де Баку, понятно, Бакинское море, Мара де Герканум, это перцы на Фарси, как они называли Каспийское море, Гульсум, это тоже одно из обозначений, которое было для Каспийского моря на Ближнем Востоке. Хуалэнское море, да, или Хуалэнское, это то, как, допустим, русские того времени обозначали Каспийское море. Так вот, возвращаясь теперь к нашей гипотезе, к примеру, часто было такое, что написано, допустим, да, Касаки и внизу написано Джете. Или, допустим, Ландер Касакен и Ландер Гета, Джете, допустим, или Кантри оф Джете и внизу, допустим, да, Стати Дель Касакс, допустим, Касакское государство. И тогда я начал изучать, а оказалось, что одним из экзополитонимов, экзокротонимов казахского государства, в том числе, являлась Джете. Джете? Джете. Джете. Да, не Джете, Джете. Дело в том, что путешественники, дипломаты, картографы на пространстве этой великой степи, огромных пространств Сибири, Центральной Азии, они же приходили не только казахам, они приходили в том числе и многочисленным на тот момент, которые были соседями казахского государства. Это и уираты, это и другие манглоязычные, допустим, народы и государства, да, это и джунгары, это и калмыки, к примеру. Соответственно, вот в ряде уиратских языков Джете обозначало казахов. Поэтому на основе этого мы выдвинули такую гипотезу, что современные, к примеру, такие топонимы, как Джетсай и Джетсу, на самом деле, они не имеют ничего общего с цифрой числительным 7. На самом деле, Джетсу, можно сказать, это Юзенбар. То есть в регионе Джетсу, допустим, да, сейчас вы знаете, Джетсульская область, да, бывшая Алматинская область, там на самом деле не семрек, там там 777, условно говоря, да, говоря метафорой. Поэтому Джетсу, Джетсай это земли, которые, а вот сейчас казахам, казахсай, казахунгры, казахсу и так далее. К тому следующее подтверждение — язык — это такая матрица, в которой часто сохраняется то, что мы сами забыли. Он регистрирует в языковую ткань все те процессы, в том числе исторические, политические, о которых, к примеру, в тот или иной момент истории мы забыли. Поэтому в современном казахском языке следы этого остались. Например, возьмем джейт-жарга. На самом деле джейт-жарга в оригинале на казахском языке, либо на тюркских языках не сохранился. Его русские ученые, такие как Левшин, к примеру, и позднейшие исследователи, они его написали со слов тех респондентов, интервьюеров, с которыми работали эти русские ученые. То есть они описали джейт-жарга на русском языке. И мы до сих пор... То есть это не семь установлений, это законы казахов, получается. Вот совершенно верно. Поэтому джейт-жарга на самом деле это казах-жарга. То есть казахская правовая система. Это был ответ Талке-Хана, Галдан-Тайши, что да, мы казахское государство, у нас есть своя правовая система, в которой закреплено все. От внешнеполитических моментов до внутриполитических. И это правовая система. Если вы почитаете русский текст, к примеру, там на самом деле четкого разделения на семь нет. Просто здесь произошла калька, наложение слова сакральной цифры семь, джета и джета. Поэтому, чтобы было понятно окружающим и конкурирующим с казахским государством, народом и государством, Талке-Хан выпустил этот правовой, скажем, беспрецедентный правовой документ, как своего рода ответ, тем самым дал понять. Вот джейт-жарга – это новая правовая система казахов, которая, конечно, генетически восходит, к примеру, Яса Чингисхана. Но это уже было казахское государство. Соответственно, этническое самосознание, этногенез уже на тот момент закрепился. Соответственно, джейт-жарга – это казах-жаргаса. Да, и отражу в названии. Да, или в казахском языке очень много пословиц и поговорок, которые вот этот момент, этноним джейт-э, он себе сохранил. Например… Джейт-хазна, мы говорим. Да. Кстати, джейт-хазна есть только среди тюркских государств, народов есть только у казахов. На самом деле, джейт-хазна – это казах-казнаса. Получается так? Получается… То есть, вы видите, что когда языковую ткань мы вот через призму вот этого открытия налагаем, это все встает на свои места. Вот, к примеру, в казах-казахе есть такое понятие, как «жейт-эсэ жахса бозбала». То есть, его переводят на русский язык, как «юноша хорошего воспитания». На самом деле, «жейт-эсэ жахса бозбала» имеется в виду казах-казаха жахса бозбала. То есть, юноша, молодой мужчина, воспитание которого позволяет говорить о том, что казах-казах-казах в его личности очень хорошо сформировано. Или, к примеру, «жейт-эсэнын қиылған адам». Обычный перевод, как «человек, который лишился своих корней». На самом деле, «жейт-эсэнын қиылған» имеется в виду казах-кыттан, казахлықтан киылған бір кескеген адам. То есть, человек, который лишился казахскости, именно основ казахского воспитания. Или, к примеру, есть такая пословица «алтау мандеме джейт-эу гэжолғасын». «Джейт-эу мандеме сегізгэ жолғасын». На самом деле, здесь расшифровка очень простая. «Алтау мандеме казахгэ жолғасын», «казахпандеме сегізгэ жолғасын». Конечно, мы далеки от того, чтобы все, что связано со словом джейт-э, натягивать и подводить по слову джейт-э. Но тем не менее, вы видите, я только привел, которые у меня сохранились на память, на слуху. А на самом деле, таких пословиц, поговор в казахском языке очень много. И, кстати, я недавно говорил с нашим тюркологом Харжовай Сартхужа, и я высказал ему свою гипотезу. Говорю, что вот у меня есть такая гипотеза, и мне нужен ойратский словарей. На что он сказал, что у меня таких словарей нету, они во внутреннем Китае, так? Потому что в открытом доступе вы сейчас ойратско-казахские, не знаю, ойратско-русские словари не сможете найти. Но зато на основе анализа работ Тизенгаузена, Абрамзона, это одни из таких очень крупнейших исследователей тюркских народов, в том числе и казахского, они пишут интересные вещи. Оказывается, что инструмент джитаген означает «казах». Вот. То есть здесь, в принципе, очень легко всё стоит. Да, поэтому вы знаете, что у нас есть такое пословице, которое наш известный писатель сказал, «Нарас казах хазахмес, наарас казах томбра», то вот благодаря вот этой гипотезе можно сказать, что «наас казах хазахмес, наас казах джитаген». И что интересно, вот, к примеру, даже многие вот эти, те, которые у нас существуют в нашей этнической структуре казахов, например, джитру, допустим, да, они, конечно, там действительно семь внутриродов, но если с точки зрения, потому что джитэ – это казах, то уже совершенно по-другому мы смотрим на эти процессы. Конечно, эта гипотеза в будущем должна ещё быть более аргументирована, но факт остаётся фактом, что отныне джитэ жаргэ мы можем достаточно уверенно говорить о том, что это система первого казахского правовой системы, первого казахского правового уложения, которое называется «казах жаргэсэ». Или, к примеру, на ряде карт нас обозначают как «касхи тартари». Я долго думал, может быть ошибка, может быть вторая «а» выпала, но смотрю, что на одной карте, потом на другой карте, другого европейского государства, да, «касхи тартари». А оказалось, что «касхи» и слово «касха», которое мы имеем в современном казахском языке, вы знаете, в ряде грионах говорят «эй, гасха», то есть обращение, да, а это на самом деле сокращённый вариант слова «каза», который регистрируется на картах. Поэтому «эй, гасхам» — это такое своего рода привлечение внимания, обращение к вашей самой важной идентичности, а именно этнической идентичности, да. Ну, здесь, конечно, у ряда людей выше иногда конфессиональной идентичности, но вопрос в том, что «эй, гасхан» на самом деле значит «эй, гасах». То есть слушай меня. Да. Или, к примеру, такое выражение, как «халха». Вы знаете, что «халха» является автоэкнонимом монгольских народов. Соответственно, первый, значит, тюрко-монголы, их контакт, в особенности, когда происходит, допустим, да, тюрко-монгольское завоевание ряда, тюркоязычных государств, соответственно, они, вероятно, обращались, как «халхалар», да. Вот так возникло слово «халак», поэтому вот слово «калак» и «халка» как раз-таки восходит к этому слову. Поэтому в этом плане мне, конечно, ближе к тюркскому слову «ель», «казах-еле». Так вот, продолжим пополучим. А есть такое? Что? «Казах-еле». Именно на европейских картах? На европейских. Нет, на европейских картах, к сожалению, я такого не видел, но я хочу сказать о других, не менее интересных. Итак, про «джи-те», «лантов-джи-те», «кантрю-джи-те», «статью-джи-те», мы с вами остановились, которые рядом сказали. Кстати, слово «каза-гите», «каза-джи-те», «кальцак-джи-те», она вот иногда сращивается. Допустим, на французском языке… А, слитно уже идет. Да, на французском ряде европейских языков наше государство обозначено как «королевство казахов» или «казахское королевство». Как я уже вам говорил, «руэнде каза-гите», «каза-джи-те». Или «руэнде шазальжит». Дело в том, что в английский язык, когда «си-эйч» переходит с итальянского, то она читается как «ше». Получается, не «каза-гите», а «шазальжит». И так далее. То есть, очень много таких экзополитонимов, экзокротонимов и так далее. Но я бы хотел подчеркнуть такой важный момент, что вот среди этих свыше полутора тысяч карт на момент 2023 года всего лишь буквально несколько карт, там не более трех-пяти, на которых в числе экзополитонимов написано наше государство под таким интересным, как «Газетэ Ханакет», то есть «Казахское ханство». К чему я это говорю? Я говорю к тому, что там явно видно влияние арабского языка. Потому что составители европейских карт, европейские картографы очень часто обращались в том числе к картам, которые были написаны в регионе Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в том числе арабским картам. Вы знаете, арабская школа картографии – одна из мощнейших в истории картографии. Это достаточно вспомнить карты Али-Идресии, или, к примеру, турецкие карты Пири-Рейса, к примеру, или был такой известный турецкий картограф, как его звали Хазрет Султан. Ну, здесь вот, как с нашим, да, Хазрет Султан в Туркестане. Вот его звали Хазрет Султан, карты хранятся в Италии, к примеру, да, они написаны арабской графикой. Так вот, я обращаю этот факт, ваше внимание, Арман, на то, что, на мой взгляд, я так осторожно предполагаю, что все-таки понятие казахское ханство – это такое очень научное, искусственное понятие, которое было, значит, введено в советское время, чтобы показать, здесь произошло такое наложение. На самом деле ханство – это система управления. И у нас был такой, как бы, такой негласный дискурс. Казахское ханство – да, это государственное образование, но это, как бы, еще не государство, в то время как небольшие княжества с территории всего лишь один из районов современного Казахстана и тем более районов казахского государства 15-19 веков – это уже государство. Маленькое княжество – это государство, а, видите ли, казахское ханство, которое занимало огромные просторы вот Сибири, там, большая часть Центральной Азии, к примеру, да, это не государство, но это же смешно. Хотя на европейских картах это королевство. Государство, кольца, кстати, для Тартарова, допустим, да, казахское государство, казах, или Казахстейтс и так далее, или, к примеру, целый регион обозначали как Индепендент, Тартары, независимые тюрки, кстати, слово Тартары обозначает именно тюрки. И вот, возвращаясь к этому разговору, я считаю, что, когда вот я говорил с моим одним коллегой, я ему объяснял, что ханство, как и эмират, как и султанат, как и княжество, королевство, это всего лишь форма управления. Ведь мы с вами не отрицаем, что, к примеру, султанат, к примеру, Оман, Бруне, это султанат, это форма управления, во главе которой стоит султан. Но султанат Оман, Бруне, это же государство, мы же этому, и уж тем более наши друзья казахское государство даже не отрицают, это непреложный факт. Так почему эмираты, это форма управления, где во главе властной пирамиды стоит эмир, правильно, да? Так, соответственно, казахское ханство, это государство казахи, во главе которой властной системы стоит хан. Поэтому я думаю, мы должны, я говорю здесь в данном случае как политический исследователь, как политолог, что мы должны отойти от этого, на мой взгляд, со мной, конечно, будут спорить, доказывать, потому что на понятии казахского ханства возвращены целые научные школы в советский период, да? Да, да. И людям ментально, психологически, в научном плане очень тяжело расставаться, отказываться от своих научных детищ, да, там сотни, если не тысячи диссертаций на эту тему защитную. Да, целые научные школы. К чему я это говорю? Наши предки были очень амбициозными, я имею в виду основатель казахского государства. И они называли себя государством. Не ханством, государством. Ханство — это лишь форма управления. И, по крайней мере, европейские источники, такие как карты, которые являются весомым письменным источником, нам четко фиксируют и показывают, что государство называлось именно так. Казахское государство. Казахия. Государство казахских тюрков, к примеру, да? Казахи-тартари и так далее. Либо государство независимых тюрков. Это вот первый момент. Второй момент, который я хотел бы обратить внимание, что эти карты, они дают нам массив таких микро новых фактов, микрооткрытий, которые прямо или косвенно вытекают из них. К примеру, Северный Ледовитый океан назывался на всех, без исключения европейских картах, как Тюркский океан. Назывался оцианом Тартариком. Вы знаете, что татары — это обозначение в Средние века на всех картах в целом тюркской общности, общности тюркоязычных государств, народов и так далее. К примеру, вся центральная и восточная часть Евразии на многих картах вплоть до XVI века называлась Магна-Тартария, Великая Тартария. По-моему, даже и гораздо позже еще называлась. Но здесь момент от того, когда вы получаете знания и регистрируете их на картах, там есть некий временной лаг. Все-таки тогда самолетов не было, интернета не было, быстрой передачи системы информации не было и так далее. Поэтому этот лаг существует. Но я хочу сказать, что он назывался сначала Глачалис оцианом Тартариком, Ледовитый Тюркский океан, затем он назывался Септентрионалис оцианом Тартариком, то есть Северный Тюркский океан и так далее. И лишь в 1913 году императорский географ Шокальский пишет документ на имя царя, в котором предлагает в момент расширения Российской империи переименовать Татарский океан, левую часть моря Лаптева, двух моряков, которые дошли в период колонial завоевания Российской империи, а правую часть моря Карцева. Там единственное, что сохранился только Татарский пролив, то есть единственное, что сохранилось от Тюркского когда-то океана. То есть я вам говорю о том, что эти карты очень много интересной топонима аномастической гидрографической информации. Вот вы, к примеру, знаете, что вплоть до, к примеру, путешествий Зигмута Фрайхера Херберштейна, затем путешествий Дженкинсон, затем путешествий других послов и путешественников, дипломатов, военных, торговцев. Аральское море ошибочно считалось заливом Каспийского моря. И там иногда писали Шайсуре. Сейчас этого топонима гидронима нету. Ну, может, оно в то время было залив. Ну, это мы должны посмотреть, сопоставить с климатологами, с гидрографами и так далее. О связи этих двух водных бассейнов. И вот там прямо написано, что залив Шайсуре, и там дальше, если вы посмотрите на эти карты, есть такой водный бассейн Бахтиар. Но лишь в 1554 году Фрайхер Херберштейн и позже, в 1574 году другой европейский путешественник, картограф, они правильно регистрируют Аральское море. Там написано Арали. Хотя оно соединено в виде пролива с Каспийским морем. Значит, что-то было. Другой момент. Конечно, на этих картах это очень ценный документ для наших сопоставительных, сравнительных исследований в области топонимии и аномастики современного Казахстана. Например, вдоль Каспийского моря расположено огромное множество городов. Вы знаете, что это логика простая человеческая. Вы строите города там, где есть для этого все ресурсы. Поэтому высказывается ряд точек зрения, к примеру, климатологов, что современное побережье, Каспийское море, я имею в виду то, которое принадлежит Казахстану, оно не всегда было таким, как сейчас. Там были пышные луга. Процветающие. Процветающие. Поэтому там очень много таких городов, о которых сейчас мы, которым еще предстоит очень плотно изучать. Например, Фортуна, Рисона, это помимо Маусла, это помимо Сарайшика, Шакаски или Баглиатан и так далее. Там очень много. Например, Ургенч. Вы знаете, было два Ургенча. Это был старый Ургенч, который на территории современного Туркменистана, который сохранился под топонимом Кюня Ургенч. Тот, который был, согласно ряду источников, залит монголами в отместку за то, что жители города не покорились. А Новый Ургенч на территории современного Узбекистана. Или, к примеру, на всех картах Казахского государства присутствует на тот момент несколько топонимов. Вообще, центральная Азия, это помимо таких крупнейших городов, к примеру, как Бухара, Самарканд, Ташкент или Таскен, Тарас, Сарайшек, Маусла или Мангшлаг и так далее. Есть еще такие, которые нужно искать, допустим, Илек или Эйлак. И когда мы космические геореференсы наложили, оказалось, что вот этот Илек может быть и на территории современного Узбекистана, на севере Ташкентской области расположен населенный пункт Илек. Есть Илек на территории ближе к северному Казахстану, в современной Оренбургской области, Илецкая застава, Илецкая соль. Есть Илек близ нынешнего Ахтубе, буквально расположен там недалеко, 10-15 километров, поэтому этот Илек все-таки мы склоняемся к мысли, что он это вот Илек, который возле Ахтубе. Соответственно, город Ахтубе имеет своим корнями не первый переселенцы, которые основали этот город, он генетически, урбанистически вытекает из этого Илек, очень важного. Продолжает городскую культуру, которая ранее существовала. Совершенно верно. Вот этот город Илек. То есть, я просто один пример привел того, что эти карты средневековые, раннего нового времени, то есть 16-18 веков, они очень ценный источник по многим наукам. Или, к примеру, мы знаем, мы считаем ошибочно, что современная родоплеменная структура казахского общества, я не говорю государства, что, к примеру, средний жус, это центр, восток Казахстана, младший жус, это запад, северо-запад Казахстана, или, к примеру, юго-восток, там, где вы знаете, или, к примеру, старший жус, это юг, юго-восток Казахстана, частично северная, центральная часть Казахстана. Нет, допустим, на картах шведских картографов, того же, шведских, да, с Траленберга, вы удивитесь, к примеру, представители старшего жуса Юйсуни находятся рядом, к примеру, с Алшунами в западном Казахстане, а органы расположены возле Сузака, найманы в районе Ташкента, да, и так далее. То есть, это карты полностью меняют, миграции, да, миграции, ну, говоря современным языком, это своего рода такая ротация, да, родоплеменная по Казахстану, то есть, они нам дают ценные также источники, как я уже говорил, по миграции, в том числе, и по передвижению, значит, вот, то есть, это родоплеменная структура, которая сохранилась на момент колонизации, Казахстана, она не всегда была такой, и карты нам дают это ясно, четко и убедительно. Более того, на этих картах вы можете найти те рода, и часть родоплеменной структуры, да, Тайполар, Ру, Тайполар, 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 которые в современном казахском обществе не сохранились, к примеру, вот, на карте, шведской карте с Роленбергом написано так, трибус, каструм трибус, шабдерзап, с латинской это переводится как крепость рода шабдерзап, рода нет, он ассимилирован, а населенный пункт остался, топоним шабдерзап, это небольшое село в современном Акжаисском районе западно-казахстанской области, Тайпакский сельский округ, там есть село шабдерзап, по крайней мере, сейчас они теперь будут знать, что шабдерзап, они наследники, топонимические наследники некогда очень крупного влиятельного там родоплеменного объединения шабдерзапа, с его именем назвали цена, или к примеру, катаган, вы знаете, есть такая у нас не очень приятная страница в нашей истории, катаган-карганада, из имхан, когда наказывают за непослушание Турсунхана, который владел на тот момент Ташкентом, и вырезает целое родоплеменное объединение, как катаган, да, однако, там на карте есть два, написано минкатаган и катаган, современные родоплеменные структуры, этот, к примеру, род сохранился в виде шаншкла-катаган, или, к примеру, юз, такое же родоплеменное объединение, его тоже сейчас, оно не регистрируется в современном казахском чежире, к примеру, так, но оно было, к примеру, и таких примеров, знаете, очень-очень много, то есть, я не зацикливаюсь, знаете, я бы просто привел, что в точке зрения топонимии, аномастики, этнологии, культуры, даже гидрографии, уж тем более климатологии, там мы видим очень много интересных фактов, которые нам следует переосмыслить. Конечно, по этим картам в будущем писаться будет множество статей, научных диссертаций, это понятно, я имею в виду по тем, которые вводятся впервые в виде такого единого структурированного атласа. И здесь я хочу достаточно уверенно заявить, что 99,99% введенных эти карты вводятся в научный, культурный, информационный оборот Кастана, они впервые. Ну, уверен, уверен. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok